Достижения в администрировании налогов, новый дом культуры, школа, ключи от квартир в долгострое. Итоги 2017 года в большинстве своем со знаком «плюс». Для начала немного цифр. В минувшем году рост доходов в консолидированный бюджет составил более 17%, это 2,7 миллиардов рублей, в том числе благодаря действиям комиссии по работе с должниками. В общем подмосковном рейтинговании Одинцовский район по ключевым показателям поднялся на седьмую позицию. В лесном городке была открыта новая школа. Началось строительство детского сада на 400 мест в поселке Горки-10. Велась активная работа с дольщиками. В декабре мы вручили символический ключ от двух корпусов жилого комплекса «Западная ворота столицы». Также нами достигнуты предварительные договоренности с новым инвестором, который будет достраивать жилой комплекс «Изумрудная долина». И уже с нового года эти работы на объекте начнутся. 2017 год был полон открытий. Начали работу 2-я поликлиника города Одинцова и государственная аптека на улице Маршала Бирюзова. Ключевым событием декабря стало открытие эстакады, соединившей 8-й микрорайон с центром города Одинцова. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс, дом культуры в Успенском, строительство парка «Герои войны» 1812 года в Голицыно. Масштабная реконструкция центральной площади города Одинцова. Работы, начатые в 2017-м, будут продолжены и в следующем году. Большая работа в 2017-м году проводилась и в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также благоустройстве. Более тысячи подъездов отремонтировано в рамках новой, стартовавшей в этом году, программы губернатора по ремонтам подъезда. Комплексно благоустроены 54 дворовые территории. Дополнительно две детские площадки были установлены по программе «Наша Подмосковья». В рамках губернаторской программы «Чистая вода» на территории Невцовского района установлено в этом году 9 станций водоподготовки. Существенные изменения произошли и в стационарной торговле. Новые павильоны оснащены QR-кодами, урдами, видеокамерами и элементами доступной среды. Такая практика, по словам главы муниципалитета, планируется к реализации в области. Глава сельского поселения Успенской Владимир Горяев передал Андрею Иванову благодарственное письмо от жителей, а представители МЧС вручили руководителю памятную медаль к 85-летию гражданской обороны. На заседании были рассмотрены 17 вопросов, касающихся генерального плана поселений муниципалитета.